Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите канал Next TV и в эфире программа «Интервью в прямом эфире» и я, ее ведущий, Мюрбек Сатаев. Сегодня мы будем говорить о выборах президента, и не только, поскольку наш гость по профессии экономист, он также является кандидатом президента Крыльевской Республики. Это Куван Чароев. Здравствуйте, Куван! Добрый вечер! Свои комментарии, вопросы вы также можете оставлять на наш WhatsApp-номер, который вы видите сейчас на экране, 0706-585-55. Куван, скажите, пожалуйста, вы с какой целью идете в президенты? Ну, изначально я иду с целью победить эти выборы, потому что иначе бы я не шел на эти выборы. У каждого своя мотивация, но некоторые думают, что ты хочешь показаться на... Кто-то идет, чтобы пропиариться. Кто-то идет, чтобы пропиариться. Да, но у меня такого, скажем, комплекса нет. Я достаточно освещен в средствах массовой информации. У меня единственная цель – это донести свою программу, которую я считаю самой наилучшей программой среди всех кандидатов. Поэтому на этих выборах, наверное, будет играть основную роль моя программа. А можете вкратце обозначить тезисно самые главные моменты вашей программы? Ну, самое главное тезисно – это денежная реформа, которая нам нужна. Я вот недавно написал часть моей диссертации. Она называется «25 лет валютной политики Национального банка против рекомендаций экономической науки». И в этой монографии я описал, почему наша экономика не развивается. Почему валовый внутренний продукт за 25 лет у нас находится все время около тысячи долларов на душу населения. И в этом фундаментальном исследовании я показал, что нам нужна денежная реформа. Что она даст нам? Эта денежная реформа даст нам, благодаря этой реформе, у нас появится приблизительно резерв, равный 100 миллиардам сомов. Это первое. То есть мы сможем финансировать нашу экономику через банковскую систему, равная на 100 миллиардов сомов. Это приблизительно 1,5 миллиарда долларов. Если учитывать, что вот страна за 7 лет не может освоить 500 миллионов крыска российского фонда, по сравнению с ним у нас есть свой собственный резерв, который мы можем использовать для развития экономики, 1,5 миллиарда долларов. Во-вторых, наша экономика и наше население страдает от перекредитованности. В Кыргызстане есть более 700 тысяч заемщиков, которые брали микрокредиты до 300 тысяч сомов. Я считаю, что мы эти кредиты должны списать. Для этого нам понадобится всего 30 миллиардов сомов, и мы это сможем сделать благодаря этой денежной реформе. То есть 700 тысяч граждан, просто мы спишем им кредиты, но это пойдет на оздоровление экономики. То есть эти граждане не понесут потом свои деньги, свой долг в банк, а понесут эти деньги в экономику. Они начнут покупать продукты питания, одежду и так далее. То есть наша экономика постепенно начнет оздоравливаться. Благодаря этому в бюджет будут поступать деньги. Соответственно, это второй пункт. И третий, к чему это приведет? Это приведет к тому, что мы установим так называемый валютный совет. Нет. Национальный банк перейдет на режим валютного совета, и курс нашего сома будет привязан, фиксированно привязан к доллару США. То есть через 5 лет, через 10 лет у нас будет один и тот же курс. Это благодаря режиму валютного совета. И вот почему я иду на президентские выборы, потому что основное влияние на национальный банк оказывает именно президент. Именно президент назначает главу национального банка и членов правления. То есть именно под его контролем находится национальный банк. Я хочу показать, что управлять экономикой нужно через денежно-кредитную политику. Например, в США или в Европе основные дирижеры экономики – это глава Европейского Центрального Банка. Или в США – это глава Федерального Резервной Системы. И основное влияние в экономику оказывают именно центральные банки. Мы это совсем забыли. Я должен сказать, что потенциал влияния правительства на экономику, если пропорционально составляет 15-20%, то потенциал влияния Центрального Банка, Национального Банка на экономику примерно 80%, не меньше. И вот этот потенциал я хочу показать народу. И если мы не пойдем на этот шаг, мы продолжим тот путь, который за последние 27 лет мы прошли. Мы должны посмотреть на WhatsApp номер. Мы должны посмотреть на Facebook. Мы должны посмотреть на экономику. 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 Телезритель Юрий Парамеев спрашивает, вы за то, чтобы менять конституцию и парламентскую республику? Ну, имеется в виду парламентскую на президентскую. Я не согласен с тем, чтобы вводить в Кыргызстане президентскую республику, потому что история показала, к чему приходит, когда вся власть концентрируется в руках президента. Я считаю, что для Кыргызстана, как члена мирового сообщества и цивилизованных стран, нужна политический плюрализм и политическая конкуренция. А это возможно только при парламентской форме правления. Поэтому я считаю, что нам, Кыргызстану, для того, чтобы устойчиво развиваться, нужна парламентская форма правления. Я даже готов, если буду избран президентом Кыргызстанской республики, некоторые полномочия президента передать парламенту и правительству, для того, чтобы сделать баланс. Я считаю, что президент не должен вмешиваться в дела правительства, президент не должен вмешиваться в судебную систему и так далее. То есть мы должны создать современный баланс и мы должны все-таки научиться работать в рамках Конституции. Я должен сказать, что ныне действующая Конституция, она позволяет парламенту свободно сформировать правительство, не считаясь президентом. Но вот эта привычка, совковая привычка, смотреть на солнце, вот все время мы пытаемся президенту, угодить президенту и так далее. То есть вот такая система нас преследует все время. Раньше наши руководители смотрели, работали, жили с оглядкой на Москву, теперь с оглядкой на главу государства. Я считаю, что глава государства, вы знаете, есть у нас служба национальной безопасности и совет безопасности. Вот через эти инструменты президент просто делал, ну как монополизировал власть в стране. Но это натуральная узурпация. Вот можно за последние 10 лет мы видели фактическую узурпацию власти при попустительстве парламента. Поэтому я считаю, что нужны такие открытые, хорошие выборы проводить. И не такие, которые приходят через деньги, да? Я думаю, что все-таки мы должны осознать, что страна должна развиваться именно в демократических свободах. Азиз Карымшақов, бешкектен, жазуатат. Без азыр эйфория болватавыз, дейді. Экономикалық гөгөлерді екінші планға қалтырып, дейді. Кандай дейді. Тура. Маселен, мұндайда, мен ойымча, бейлікті, албетті, бағы күчменен, башқа ресурстармен алған оңы. Абирок бейлікті, көп уақытқа сақтыу. Жана, ұшоғылы ұчырда, қоғымчылықта стабилдейлікті сақтыу. Стабилдейлікті. Бизнеске, мұндай стабилді, біз 1 жылда, 5 жылда еміневіл ғылосы деген ситуация керекті. Мұна ұшоңдайды, сақтыу қиында. Егер де бейлік, компетентті болбосы, экономикалық маселелерде, социалдық маселелерде чеч албаса, анда албетті, анын апозициясыда күшті болады, көчөдегі апозициясы. Ал бейлік, қан тип ұшыл апозициясыға қарсы іштеймді өлі ойланып қалды. Ақырқы 10 жылда қарақыла қандай болды. Бізде ұшыл ситуация болды да. ұшыл себепті, бізде кардиналды экономикалық реформалар керек. Аларды біз ақча реформасын, ақча системасы арқылуғана жазайлауыз. Егер де біз бизнесмендерді ақча мен қамсыз дай алсақ, егер біз ічкі инвестицияларды стимуляция қылалсақ, елге үйекке 3 паездан кредит бер алсақ, егер біздің валюта бір қалыпта тұрған болса, стабилді, анда ел ойланып та мен өз жаш оңды оң өйін депші, анан егер де жұмыс жұқ болса, алар қай қаварат? Саясат қаварат, саясат қылыш үчін ақчаның керегі жұқ. Ошан үшін саясатқа көңчөе бекерчілер баратта, популисттер баратта. Мұна, месалы, сұрын бай Жей Беков, үчілі жылы на президентік посты турды тұрау, анткені, жаналы, бияқтайымыз саясатта чоң ролды ойнап кетті, экономика, азырқы бейліктілі ойланыш керекмен ойым, бейінші тұрау? Албетте, бейлікті қалған оң өй, бірок бейлікті қармаған, ошоңы башқарған, бізде қырғыстарда айтатта, үлгертеден атавалары сайтып келгенде, елді бір өнөргө салыш керекте. Егер елді бір өнөргө салал басақ, анда қандай мамылекет болшы мүмкін. Келечегі болу ол. Біз аларға келечегі сұмышташығыз керекте. Біз қандай мамылекетті түс көн жат ауыз, қандай экономикалық реформаларды қандып өніп көн жат ауыз деген. Бізді толтыра сатсалдық проблемалар, толтыра жұмышсыздық берінші проблема. Екінші, толтыра жаштаруыз үйел албай жүріп. Бұл проблемаларды қандай күші түсі? Біз қандай көңгі, қандай көнде, үйел алмасығы қандай көп қандай күші түсі. Бұл бізге қаға көріпті. Системі қаға көріпті? А что нам еще вопрос? Правда, человек не подписался. Политика – это концентрированное выражение экономики, как сказал Маркс. нашим нашим руководителям властям нужно сейчас думать об экономике в первую очередь о том чем вы уже говорили выше да мы сейчас больше политикой занимаемся на самом деле вы знаете я вот за последние я не знаю за последние 7-8 лет не видел того чтобы не знаю на больших государства на большом государственном уровне мы бы обсуждали государственные деятели наши чиновники обсуждали вопрос стратегического развития нашей страны к чему мы идем у нас то не было никакого стратегического плана беда нашего государства заключается в том что компетенция государственных служащих настолько упала настолько стала примитивной что иногда приходится ну просто нечего сказать мы не используем экспертов мы не используем ученых мы не используем опыт других государств опыт других ну скажем знаете тот мировый опыт мировой науки знаете надо знаете весь мир уже давно вперед ушел из-за того что они строят экономику основанную на науке мы строим экономику основанные на примитивных суждениях наших министров наших депутатов и так далее но нельзя так строить государство ну например аппарат президента США администрации США там есть совет экономических советников там сидят люди ну экономисты которые получили Нобелевскую премию выдающиеся экономисты которые готовят хорошие качественные решения для главы государства причем работают на десятилетие вперед правильно Губан конечно и это и политика должно основываться на науку я считаю что уже пора пришло время немножко одуматься и заняться фундаментальными фундаментальными вещами именно научный подход ко всему иметь чего у нас в Кыргызстане к сожалению за 20 лет я не наблюдаю я у нас есть национальный институт стратегических исследований но я не знаю практически чем они занимаются какие они стратегические документы за последние годы подготовили нашему правительству и вообще у нас есть вообще ученые я не знаю ученые интеллигенции она есть на самом деле и молодая интеллигенция ученая есть но у нас есть академия наук академия наук я не знаю там кто там работает у нас есть я не знаю фундаментальные экономические исследования делают институты но нет уже этого к сожалению нет ни стратегии ни краткосрочной ни долгосрочной нормальной экономической и правильно наш зритель пишет что мы сегодня занимаемся больше политикой не с того начинаем начинаем конституцию менять референдум если бы все так просто было дело только в конституции наверное мы бы давно зажили уже хорошо вы знаете говорить о том что нужно менять конституцию это же просто отговорки отговорки от того что цели на самом деле могут стоять совершенно другие если ты экономические шаги не можешь делать которые приведут к улучшению жизни населения тебе же легко обвинить конституцию оказывается конституция неправильная что народ оппозиция мешает тебе и так далее то есть власти люди в первую очередь решают все совершенно верно и у нас должно быть такое компетентное правительство которое пользуется компетентным экспертным потенциалом если мы сами не можем экспертов вырастить тогда надо экспертов привлекать из развитых стран я так считаю временно чтобы они научили как реформировать эту систему другую мы живем в эпоху развития цифровизации говорим диджитализации но в эту эпоху можно сделать очень многое можно вообще сократить кардинально сократить государственный аппарат кардинально чтобы людям жилось легче быстрее Мы очень часто используем, когда мы уже ищем, мы уже не знаем, что мы тоже занимаемся. Если мы не знаем, то мы не знаем, что мы сейчас делаем, мы не знаем, что мы делаем. Продолжение следует... 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 саламатта калınızдар.